Друзья, привет! В комментариях вы просили меня сделать обзор широчайшей мышцы спины. И сегодня мы наконец-таки до неё добрались. Разберём её анатомию, функцию, триггерные точки, зоны отражённой боли и лечебные упражнения, которые помогут избавиться от данной боли. С вами я, Сергей Чернов, и проект Салфьёга. Широчайшая мышца спины является поверхностной мышцей, расположенной в нижней части спины. Внизу она прикрепляется к костистым отросткам с 6 по 12 нижней грудных позвонков, ко всем поясничным позвонкам, к крестцу и гребню подвздошной кости. Часть нижних волокон мышцы внизу прикрепляется к нижним 3 или 4 ребрам. Широчайшая мышца спины вверху прикрывает нижний угол лопатки, огибает нижний край большой круглой мышцы и крепится к гребню малого бугорка плечевой кости. Широчайшая мышца спины разгибает руку в плечевом суставе. Она участвует в приведении руки, а также во внутренней ротации верхней конечности в плечевом суставе. Благодаря местам своего прикрепления, широчайшая мышца спины участвует в контроле положения туловища и таза, осуществляет гиперэкстензию позвоночника и передний наклон таза, а также активизируется при боковых наклонах корпуса при фиксированном тазе или одностороннем боковом подъеме таза в положении виса при фиксированных руках. Боль в средне-грудном отделе спины может часто исходить из триггерных точек в широчайшей мышце спины, расположенных в средней части верхних пучков в области подмышечной впадины. Однако в большинстве случаев при дифференциальной диагностике болевых ощущений в области спины этот факт, к сожалению, игнорируется. Первая триггерная точка вызывает продолжительную тупую боль, локализованную в области нижнего угла лопатки и окружающую средне-грудную область, которая распространяется по задней поверхности плечевого сустава, плеча, уходя на четвертый и пятый палец кисти. Вторая, менее распространенная триггерная точка может находиться в среднем пучке самых длинных и передних мышечных волокон широчайшей мышцы спины. Она отражает боль по передней поверхности плеча и иногда в боковую область живота над гребнем подвздошной кости. Активизация триггерных точек в широчайшей мышце спины может быть связана с переноской тяжелых предметов, подтягиванием на турнике или на канате. Длительная компрессия тугим бюстгальтером или в положении сна на больном боку под весом собственного тела также может спровоцировать болезненные ощущения в типичных местах. Нередко триггерные точки в широчайшей мышце спины являются ответственными за возникновение сателлитных, то есть вторичных точек в других мышцах, например, в трехглавой мышце плеча, нижней части трапециевидной мышцы и подвздошно-реберных мышцах. При поражении широчайшей мышцы спины будет наблюдаться ограничение подвижности, что может быть подтверждено следующими тестами. Первое – это круговой обхватывающий тест. На пораженной стороне, подняв руку и заведя ее за голову, в норме человек может перекрыть как минимум половину рта, иногда целиком рот. При поражении широчайшей мышцы спины, ввиду ее укорочения, эта функция будет недоступна и кисть будет либо находиться возле уголка рта, либо вообще не дотягиваться до угла рта. Второе – это тест на трехглавую мышцу. Если в длинной головке трехглавой мышцы и в широчайшей мышце спины есть триггерные точки, то пациент или больной не сможет, выпрямив руку, привести ее к уху на стороне поражения. То есть примерно будет это вот так выглядеть. И третье – это кистелопаточный тест. У здорового человека при заведении руки за спину кисть будет доставать до остеолопатки. При поражении широчайшей мышцы спины это будет невозможно, и кисть будет опущена намного ниже. Самостоятельно устранить триггерные точки в широчайшей мышце спины и избавиться от продолжительной тупой боли можно при помощи работы на массажном ролле с последующим вытяжением пораженного участка мышцы. Возьмите большой массажный ролл и в течение нескольких минут произведите прокатку всех участков мышцы, особенно в области подмышечной впадины, лежа на пораженном боку, задерживаясь в местах наибольшего уплотнения и боли. Кстати, в московском филиале Blackroll наконец-то появилась долгожданная продукция, поэтому те, кто ждал этого момента, переходите по ссылке в описании под этим видео. Добавляйте нужный вам товар, входите в корзину, вводите промокод славйога2502, который действует до 26 марта, и получайте скидку 10%. После механического воздействия на массажном ролле выполните одно из доступных для вас упражнений, помогающих вытянуть пораженные волокна. Самым простым вариантом вытяжения является положение, при котором на больной стороне поднимается рука, сгибается в локтевом суставе, и противоположной кистью перехватывается локоть и плечо руки на пораженной стороне. И затем осуществляется отведение еще больше руки за голову с последующей фиксацией данного положения в течение нескольких минут. Эту технику можно сочетать с постизометрической релаксацией, когда на вдохе мы сопротивляемся движению, включая широчайшую мышцу спины, а с выдохом полностью ее расслабляем, уводя руку еще дальше за голову. Если вы занимаетесь по моим тренировочным программам по йоге, то могли заметить, что в моих тренировках регулярно используется боковой наклон стоя, париврита джанушершасана, париврита упавишта канасана, сантулана асана, которые также можно использовать как эффективные упражнения для вытяжения широчайшей мышцы спины. Будьте здоровы, спасибо за лайк и подписку на канал, смотрите также другие мои видео, посвященные триггерным точкам. Увидимся в новых видео, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok